В Новочебоксарске при лицее номер 18 начал свою работу специализированный энергокласс. Он один на всю республику. Занятия в нем помогут сформировать у старшеклассников интерес к инженерной профессии. Подобные классы действуют уже в нескольких российских городах. В Волжском, Угличе, Новосибирске. О первом занятии в репортаже Татьяна Молоковой. Юлия Иванова учится в 10 классе 18-го Новочебоксарского лицея. Рассказывает, что всегда любила физику и математику, поэтому решила, что обязательно будет заниматься в энергоклассе. Проходят темы вузовской программы. То есть такое в принципе не дается в школе. И поэтому это очень полезно для будущего. То есть, допустим, в вузе у меня будет намного проще с этими темами. И сейчас я могу решать какие-либо задачи другими способами. На меня больше повлияла летняя энергетическая школа, в которой я была этим летом. Там нам очень много рассказывали про энергетику, про развитие энергетики. И меня это очень захватило. Для многих именно летняя энергетическая школа стала отправной точкой для занятий в энергоклассе. Своё будущее Юля уже решила связать с энергетикой. А вот Антон Нагорнов пока не выбрал, чем будет заниматься после окончания школы. Но в любом случае знания, полученные в энергоклассе, ему помогают в учёбе. Благодаря энергоклассу мы получили возможность поучаствовать в таком конкурсе, как школа исследователей-изобретателей Uniquant, где мы заняли одно из призовых мест. И за это нам дали бесплатную путёвку в Всероссийский детский центр «Океан». Я занимался по направлению биотехнологии. А если быть точнее, то разведением, улучшением технологии по разведению дальневосточных трепангов. За три года существования энергоклассов уже сложилась методика преподавания основных предметов. Людмила Турковская уверена, главное не дать заскучать одним и не отпугнуть других от занятий физикой. Самая-то главная задача физики, преподавания физики, я считаю, в первую очередь в таких классах, это всё-таки показать практическую направленность нашего предмета, показать то, что за каждой задачей у нас конкретная жизненная ситуация стоит, и, соответственно, научить детей находить те явления, те примеры, которыми мы оперируем в быту, в жизни. В программе занятий также знакомство с историей инженерной мысли и гидроэнергетики, гидравликой, гидрологией и геологией, основами технического проектирования и создания прикладных проектов. Ребята посещают также технопарк Кванториум и Чебоксарскую ГЭС. В условиях, когда на предприятиях ощущается нехватка инженерных кадров, занятия в энергоклассах помогут ребятам определиться с будущей профессией и пополнить ряды высокопрофессиональных специалистов. Все они получат сертификаты, которые будут учитываться при поступлении в профильные вузы. Татьяна Молокова, Сергей Адушкин, Республика.